Дорогие гости Дорогие гости Старший брат Павел, 1932 года рождения, жил и трудился в передовом колхозе «Политотдел». Работал заведующим биологической лабораторией. Единственная сестра Мария, 1934 года рождения, жила в колхозе «Кимбетхва», работала в детском саду воспитателем. Брат Михаил, 1938 года рождения, работал на заводе в городе Алмалык. Брат Николай, 1943 года рождения, был заслуженным тренером Узбекистана и директором футбольной школы в городе Наманган. Брат Анатолий, 1945 года рождения, закончил московский вуз и работал в проектном институте главным инженером проекта. Самый младший в семье был Виктор. В 1959 году Виктор пошел в первый класс, в школу номер 59 имени Тимирязева. Когда Виктору исполнилось 12 лет, он остался жить один с родителями. Сестра вышла замуж, братья окончили общеобразовательную школу и разъехались учиться в разные города бывшего союза. Далее судьба раскидала их по всему Узбекистану. Отец Виктора, Лян Тхеен, в это время работал на Рисовом поле в 4-5 километрах от дома. 12-летний Виктор любил своего отца. Он вставал, утром рано и перед тем, как идти в школу, отвозил отца на велосипеде в поле на работу. А вечером также ехал за ним и забирал его с поля. Виктор рос шустрым парнем и мог всегда постоять за себя и своих друзей. Характер был заложен в него с детства. Он уважал и почитал старших, защищал младших. В своем кругу он был всегда любим. С азартом играл в футбол за колхозную команду, увлекался игрой на гитаре и был душой и настроением в своей компании. Мог найти общий язык и со старшим, и с молодым. В 1969 году Виктор окончил школу, 10 классов, и в декабре 1970 года был призван в ряды советской армии на Украину, город Днепропетровск, в артиллерийские войска. В 1973 году получил звание младшего лейтенанта по профилю командир огневого взвода. Последнее воинское звание – офицер запаса вооруженных сил СССР, старший лейтенант. КОНЕЦ Во время службы три раза приходили письма от командующего воинской части родителям с благодарностью за хорошую службу их сына Отечеству. В 1973 году после армии поступил сразу в два института – ташкентский, физкультурный и автодорожный. Сначала по очереди ходил в два института на дневное отделение, но потом пришлось сделать выбор один из двух – учился в автодорожном институте и после третьего курса оставил институт из-за семейного положения. Устроился на комсомольскую специальную стройку, которая строила киноконцертный зал «Дружба». В то время было очень мало специалистов по высотным уникальным сооружениям, и Виктор был назначен ведущим бригадиром – сварщиков-монтажников специальных сооружений. Освоил профессию сварщика высокой категории. После окончания стройки Виктору была выдана премия – трехкомнатная квартира в городе Ташкенте в виде вознаграждения за хорошую работу. В 1975 году Виктор вступил в законный брак с Тон Галиной. Виктор очень радовался рождению сыновей и с любовью относился к ним. В 1976 году родился первый сын – Валентин, а в 1980 году родился второй сын – Дмитрий. Виктор очень любил своих сыновей, а сыновья очень уважали его. Виктор был очень хорошим, светлым, умным и талантливым человеком. Все хорошие черты старался передать своим сыновьям. Приложил много усилий для того, чтобы сыновья смогли получить высшее образование и были обеспечены в будущем. Он гордился успехами своих сыновей, которые обрели в дальнейшем свои семьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова К сожалению, Виктор не смог увидеть все плоды своих усилий, так как очень рано. Смертельная болезнь внезапно вырвала его из наших предов. Сегодня день памяти ему должно было быть 60 лет. Он должен был бы по всем канонам корейской культуры и обычаев принимать плоды своего труда и радоваться продолжению своего рода с тремя внуками и одной внучкой. Однако судьба очень сурова и даже жестоко распорядилась с ним. Светлая память, мы помним его всегда молодым и жизнерадостным. Спасибо всем.